здравствуйте уважаемые студенты дисциплина охрана труда тема номер восемь защита от вредных излучений и по плану у нас один вопрос очень большой вопрос электромагнитные и иначе не их действие на организм человека и защита от них тема у нас достаточно интересная цель урока рассмотреть виды и лицемагнитного излучения проявление их в повседневной жизни изучение бытовых приборов компьютера телефона изучить их влияние на человека а также способы защиты от них задачи перед нами стоят две задачи первое установить какое влияние оказывает электромагнитное излучение на организм человека и второе вторая задача выясните как электро бытовые приборы окружающие нас влияет на наше здоровье что только электромагнитное излучение это распространяющиеся пространстве возмущение электромагнитного поля то есть взаимодействующие друг с другом электрические и магнитные поля источники случай электромагнитных излучений они бывают природные природные свою очередь делятся на поле земли и солнце звезды также электромагнитные излучения бывают антропогенные они в свою очередь делятся тоже на два вида это источники высокочастотных излучений то есть это от трех килогерц до трехсот гигагерц и источники низкочастотных излучений от 0 до трех килогерц выделяющаяся теплота и солнечная энергия играют значительную роль в создании микроклиматических условий на рабочих местах и в различного рода помещениях по характеру интенсивности воздействия на организм человека энергию при излучении подразделять на три категории первая это энергия исходящая от тела нагретых до 500 тысяч градусов цельсия с преобладающим тепловым воздействием вторая категория энергия излучаемой телами нагретыми до трех тысяч герц градусов цельсия с преобладающим световым воздействием и третья категория энергия тел нагретых свыше трех тысяч градусов цельсия в которой преобладают ультрафиолетовые лучи вызывающие заболевания глаз и ожоги а для защиты от теплового излучения используют различного рода экраны защитную спецодежду радикальное средство защиты это устранение источник излучения экраны изготавливают из материалов с высокоотражательной способностью то есть из это никелированные хромированные зеркальными покрытиями и устанавливают перпендикулярно направлению излучения в качестве индивидуальных средств защиты используют очки одинарные и двойные с светофильтрами брезентовые и суконные костюмы щитки маски пасты от действия солнечной радиации статистики несчастных случаев большое место занимает тепловые удары возникающие под прямым воздействием солнечным лучей это солнечный удар они бывают легкая средние и тяжелые формы и характеризующиеся учащенным пульсом тошнотой оборочным состоянием в этих случаях больного необходимо вынести на затененную площадку освободить от одежды охладить тело и голову мокрым полотенцем дать обильное питье в дальнейшем нужно будет обратиться к врачу и ионизирующие излучения излучения взаимодействие которого со средой приводит к образованию электрических зарядов разных знаков основными видами и ионизирующие излучения является гамма излучение которое представляет собой электромагнитное излучение испускаемое при ядерных превращениях корпускулярное излучение ионизирующие излучение состоящие из частиц с массой покоя отличной от нуля сюда входят и такие частицы как альфа-частица бета-частицы протоны нейтроны ну и третье это рентгеновское излучение это электромагнитное излучение с очень короткой длиной волны действие и ионизирующие излучение на организм человека в зависимости от степени поражения может проявляться в формах острой или хронической лучевой болезни объясняется это действие ионизации атомов и молекул живой матери при воздействии облучения облучение организма может быть внешне и внутренне внешнее облучение это воздействие на организм и ионизирующие излучение от внешних по отношению к нему источник излучения внутренне облучение осуществляется радиоактивными веществами попавшими внутрь организма через дыхательные органы и желудочно-кишечный тракт для характеристики действия ионизирующие излучение вводят понятие поглощенной дозы излучения которое обозначаем буквой d который представляет собой величину равную отношению средней энергии ионизирующие излучение d е переданы излученному веществу к массе облученного вещества dm то есть вот она представлена в виде формулы d равно отношение д е к д м единицы поглощенной дозы излучения является это единица измерения 1 джоуль на килограмм это есть 1 грей количественная характеристика рентгеновской гамма излучения основаны на их ионизирующем действии является экспозиционная доза которая обозначена через буквы x выраженная отношением полного электрического заряда ионов одного знака возникающих в малом объеме сухого воздуха к массе воздуха в этом объеме то есть мы выражаем через следующую форму x равна dq по dm единицей экспозиционной дозы является кулон на килограмм тех случаях когда состав излучения носит произвольный характер применяют понятие эквивалентной дозы h который имеет единицу измерения 1 джоуль на килограмм и это равен 1 зиверт ну и защита экраны для защиты от гамма излучения изготавливают из материалов с большим атомным номером сюда относится это свинец чугун вольфрам так как они имеют значительную величину коэффициента ослабление излучения для хранения и перевозки радиозатопов используют ампулы хранилища и контейнеры электромагнитное излучение бытовых приборов а теперь давайте мы сравним какие излучения они собой приносят какие были они раньше как я не сейчас утюг смотрите альтернатива вот она с правой стороны а сейчас мы используем вот такие утюги допустим цифаль посмотрите теперь здесь у нас уже свыше 0,2 микротесла тесла на расстоянии два сантиметра от ручки вот вот такое излучение у них электромагнитное излучение следующий холодильники 0,2 микротесла на расстоянии от а на расстоянии 1 метра от дверцы видите какое излучение электромагнитное а к нему альтернатива это сугроб то есть снег следующий свопечь то есть это что у нас это микроволновка иначе мы говорим здесь электромагнитное излучение 8 микротесла на расстоянии 30 сантиметров альтернатива к нему это костер стиральная машина 1 микротесла альтернатива тази то есть стираем вручную иначе пылесос ну самый известный может быть это филипс 100 микротесла в радиусе 60 сантиметров к нему альтернатива веник электрочайник 0,6 микротесла в радиусе 25 сантиметров видите какой излучение получаем альтернатива вот она обыкновенная лампа электрическая плитка посмотрите 1 или 3 микротесла на расстоянии 23 сантиметра передней панели электрическая плитка альтернатива русская печка миксер 2 и 2 микротесла альтернатива венчик взбивалка электробритва тоже посмотрите 1500 микротесла излучение альтернатива ручной бритва фен 2000 микротесла альтернатива ветер телевизор микротесла 2 альтернатива как вы видите театр надо ходить в драм театры мобильный телефон 6 микротесла альтернатива это просто общение живое люминесцентная лампа электромагнитное излучение 0,5 и 2,5 микротесла альтернатива свеча использованы свечи и компьютер здесь у нас электромагнитное излучение мы получаем от 1 до 100 микротесла к нему уже у нас как видите альтернативы нет ну и если мы подытожим посмотрите ребят все что мы используем мы все суммируем вот холодильник микроволновка электрочайник газовая плита электрическая миксер стиральную машину сложили это все мы используем дома он у нас сейчас находится у всех мы все сложили получаем 14 микротесла практически мой день получаем такое излучение мы посмотреть теперь воздействие электромагнитных болей на организм как он действует это привели преждевременная утомляемость сонливость и нарушение сна болезни вызваны электромагнитным излучением это развитие опухоли у детей рак молочной железы рак лимфатической системы рак кровотворных органов рак щитовидной железы рак легкого катаракта атеросклероз ишемическая болезнь сердце гипертоническая болезнь посмотрите какой мы огромный получаем болезни а как же уменьшить нам эти негативные влияния электромагнитного излучения на организм вывод здесь я приведу очень много примеров которым нужно пользоваться проверить проворотку в доме замените выключатель и рассветка на современном модели все приборы которыми вы пользуетесь должны быть исправны размещайте приборов включаем и часто и на продолжительное время на расстоянии не менее 1,5 метра от мест продолжительного пребывания или ночного отдыха особенно детей если можете бриться обычной безопасной бритвой отложить электрическую а если нет то хотя бы постарайтесь бриться быстро не пользуйтесь часто электрощипцами для завивки волос это вредно не только для волос но и для вашего же мозга при использовании фена для сушки волос держите его подальше от головы не оставляйте включенными те приборы которые в данный момент не пользуетесь отсоединять от розетки на ночь все что только можно телевизор музыкальный центр компьютер и другие устройства которые ночью вам не нужны спальне старайтесь избегать электроприборов уже точно доказано их поля влияет на выработку мелатонина он необходим при восстановлении организма и синтезируется только во время сна не разрешайте детям сидеть подолгу у работающих телевизор или компьютера помещение где работает бытовая техника чаще проветривать и делайте влажную уборку это снижает статические статические электрические поля особенно важно проветривать комнату перед сном для работы на компьютере надевать одежду из не электризующих тканей то есть шерсти хлопка вискозы синтетика усугубляет электромагнитную обстановку обязательно заземляйте бытовую технику на контур заземления здания антенна мобильного телефона расположена с тыльной стороны поэтому кладите мобильный телефон в карман или чехол непременно дисплеем к телу в этом случае вы намного уменьшите степень облучения во время ношения мобильного телефона ребята запомните этот вариант потому что вы телефон носите все время с собой также используйте проводную проводную или bluetooth гарнитуру уровень излучения гарнитуры bluetooth на порядок меньше чем уровень излучения мобильного телефона а проводная гарнитура вообще не излучает защищайтесь расстоянием находитесь от источников электромагнитных полей как можно дальше защищайтесь временем то есть находитесь вблизи источников электромагнитных полей как можно меньше при поездках в автомобиле кладите телефон подальше от себя поскольку металлический корпус автомобиля экранирует телефон то он автоматически увеличивает мощность излучения вывод какой же вывод отсюда мы делаем ребята смотрите люди работающие под чрезмерным электромагнитным излучением обычно быстро утомляются жалуются на головные боли общую слабость боли в области сердца уровень электромагнитного излучения в наших квартирах превышает допустимый это 0,2 микротесла в десятки раз поэтому для уменьшения дозы излучения необходимо использовать защитные средства ну и в конечце нашего урока для самопроверки пожалуйста ответьте на эти следующие вопросы на этом урок у нас закончен до свидания